Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня снова закупка из магазина Лента. Прошлой закупки мне, кстати, хватило нам на дольше, чем на неделю. Получается, недели на полторы, даже чуть-чуть побольше. В этот раз я ездила уже с мужем в магазин, и получилось у нас снова где-то на 9 с хвостиком тысяч. Ну, тоже, наверное, на неделю, может быть, чуть больше, и все зависит. То есть, заканчиваются продукты, я еду покупать. Единственное, что я во влоге говорила, что я с прошлой покупки докупала хлеб-булку. Правда, уже все закончилось, совсем и яиц нет, и молока нет. То есть, холодильник вообще пустой прямо. Ну, и чек, как всегда, в конце видео. Давайте покажу, что я купила. Вот такая получилась у меня достаточно большая закупка, как всегда. Давайте начну по традиции с мяса, точнее с рыбы. Купила я вот такую тушку, как-то она очень свежо выглядела, даже вон, кровь на ней есть. Это треска по 329 рублей. Такую целую тушку, мы ее режем на стейки, и мама в духовочке запекается с лучком. Точнее, она вначале ее обжаривает слегка на сковородке, потому что треска разваливается. Перекладывает в лоточек, кладет сверху лучок и отправляет в духовку. Получается очень вкусно. У меня муж, кстати, любит треску, поэтому я ему взяла вот такую тушку. Взяла две курицы, потом взяли вот такой кусочек мяса. Хотим сейчас на выходных сделать шашлыки. Свинина, ну, небольшой он получается, где-то полтора килограмма, да, по 219 рублей была распродажа. Также филе грудки тоже было со скидкой по 319 рублей. Взяла вот такой кусочек. Две упаковочки фарша домашнего тоже, как всегда. И сосиски, как всегда. И взяли в этот раз, муж говорит, что надоела лентовская колбаса, мы взяли вот такую бородинскую. Точнее, он взял черкизовскую. Не знаю, вкусно или невкусно. Мне кажется, я такую уже покупала. Она тоже, по-моему, со скидкой была. Вот. Дальше здесь еще я взяла вот такую ветчинку. Это я сделаю салатик. У меня очень любит младший ребенок. Вот макароны, вот эту ветчину, огурец туда кладу. И все это с сметанкой и чуть-чуть перчиком сверху. Вот он просто обожает. Готов есть просто тазами младший у меня. Вот. Ему сделаю такой салатик по-разному. Дальше здесь сыр российский, как обычно. И вот такой пашихонский кусочек небольшой. Вот такой творожный сырок с зеленью. Масло сливочное вкусноте его тоже, как обычно. И здесь у меня молочка. Молоко 2 литра. Я уже говорила не разу, отвечала в комментариях, что у нас никто не пьет вот так стаканами молоко. Добавляем в кофе, в какую-то выпечку, блинчики, оладушки и так далее. Мамин любимый вот этот вот Саушкин старый рецепт огурец с укропом. Мне муж тоже, кстати, он очень нравится. Ну, такой кисленький. Ну, любителя, конечно, эта штучка. Но маме очень нравится. Она вот вечерком любит пить. Холодненький из холодильника, она говорит. Надо обязательно, чтобы он был холодный. Тогда будет вкуснее. Внутри достаточно густой такой с укропчиком. Вот. Сметанку 10% простоквашинку почему-то не было. Вообще было только домик в деревне. В общем, дела домик в деревне. Дальше деткам взяли вот такие муннельки со вкусом яблока, банана. Здесь тоже немножко йогуртов. Они были со скидкой. Вот такие активи супермикс кино. Ну, а потом натуральная творожная йогуртная вот такая с малинкой. Дальше вот такой савушкин продукт с чизкейком. Две. Ну, творожок, да. Савушкин творожок, чизкейк, две штучки. И вот это вот любимые йогурты. Моему мужу он себе взял две штучки. Одни вот такие с лимончиком. И с карамелью. Он берет у меня их на работу. Вот здесь орешки. И здесь сам йогурт смешивается. Очень вкусно. Ему очень нравится. Так. Также здесь у меня вот такие молочные ломтики. Это тоже у меня дети любят. Они как раз у меня берут и муннельку и молочный ломтик. Правда, тут пять штук. Ну, одну, может, я съем. Вот. Такой в упаковке было. То есть это пять штук вот так и продавалось. И здесь еще взялись мужем вот такие всякие. Вот я люблю картошку. Вот эту вот очень лентовскую сырок. Всякие разные эти лентовские сырки. Они тоже, по-моему, были со скидкой. Дальше горошка. Две упаковки. Две банки взяла. Дальше у меня вот такая вермошелька. И гречка взяла. Вот такая небольшая. В общем, какая была, такую взяла. Так. Дальше здесь у меня хлеб. Как обычно, хлебный дом тостовый. Вот в тостере мы его любим делать. Здесь у меня лентовский ржаной хлеб. Потому что я взяла вот такие краюшки. Давно я их не покупала. Кстати, раньше очень любила вот эти краюшки кушать. А сейчас что-то подзабыла про них. Муж у меня еще взял вот такие штуки для гамбургеров. Вот. И здесь у меня пошли уже всякие вкусняшечки. Взяла деткам печенье. Вот такое юбилейное. Кстати, очень любим юбилейное печенье. Оно вкусное. Взяла еще мармеладки. Вот такие у меня. Кстати, мама любит тоже мармелад. Я ненавижу мармелад. Для меня мармелад это что-то... Я вообще не понимаю людей, которые его любят. У меня любит вся семья, кроме меня. Для меня это бяка жуткостная. Я вообще ни штучки не могу есть. Не знаю почему. Но реально не люблю. То есть я его даже не пробую. Поэтому я не знаю. Вот какой-то купила. Видите, без искусственных красителей и ароматизаторов. Не содержит холестерин с пектином. Вот такие аромат свежести. Необыкновенной малины. Вот. И взяла также вот эти вот маршмеллоу. Они, по-моему, называются вот эти вот штучки, которые нужно жарить. Мы будем делать шашлык и пожарим еще вот эти штуки. Давненько мы их не жарили на костре. В общем, что-то я их увидела. И думаю, надо взять пожарить. Потому что это вкусняшечка. Вот это я люблю кушать. Особенно жареное. Так. Кстати, вот такие штучки. Я еще одну штучку, бывает, бросаю в кофе. Она потихонечку там растворяется. Получается очень вкусно. Так. Дальше сушки соли здесь у меня. Потом вот такие, ребята, печенье. Какие-то постные. И дальше кукурузные палочки еще взяла. И, девочки, я взяла вот такую штучку. Я помню, когда я работала, нам как-то... Ну, у нас был такой в основном женский коллектив. И нам как-то принесли, угостили вот подобными штуками. Я не помню, именно эти или нет. Но я помню, была такая вкуснятина. Редкостная. Просто. Мне так понравились. И я их не видела в продаже. Вот сейчас увидела в ленте. Причем было написано эксклюзивно в ленте. И взяла. Он что-то стоит 130, по-моему, рублей. Вот такая коробочка. Не знаю. Потом попробую, скажу. Видите, мини-суфле в шоколаде. Вот. Но я помню, что когда нас угощали вот такими штучками. Видите? Одна штучка 35 калорий. Я помню, это было так вкусно. Вот поэтому взяла, в общем. Не знаю, потом скажу, вкусно или нет. Так, дальше. Здесь овощи, фрукты. Взяла баклажаны. На баклажаны потихонечку, смотрю, снижается цена. Сейчас стали по 154 рубля. Я делаю лодочки из баклажан. То есть я вынимаю сердцевинку. У меня есть такое видео на канале. Я вам оставлю ссылку. Вроде бы есть. Если есть, то оставлю. Если нет, то сниму, как я их делаю. Я, в общем, сердцевинку вытаскиваю туда. Какой-то наполнитель. Сыр. Можно помидорку положить. И в духовке. Очень вкусно. Получается, у меня муж любит. Я взяла три штучки. Дети у меня, кстати, не едят баклажаны. Дальше помидорчики по 60 рублей. Очень они ароматные. Слушайте, я когда подошла к стенду. Прям такой, знаете, запах. Как вот в парник, когда заходишь к созревшим помидорам. Вот так же пахли вот эти помидорчики. Классные. Также взяла много огурцов. Они по 30, ну, считайте, по 40 рублей. Мама у меня сделает малосольные огурчики. И часть оставим так покушать. Дальше яблочки, как обычно. Как всегда, без яблок мы никуда. Вот такие. Вот такие по 139. Ну, считайте, по 140 рублей. Дальше бананы. Муж говорит, давай возьмем зеленые. Не знаю, почему. Говорит, пока будет лежать, доспеет. По 55 рублей, считайте. Дальше взяла. Нектарины в Узбекистан. Видите, хотя бы написано, откуда их привезли. Тоже радует. По 129 рублей за килограмм. Там были какие-то скидки на фрукты. По-моему, даже на овощи. Алычу вот такую по 70 рублей. У меня, кстати, мама любит алычу. Ну, в общем, она кислая, конечно. Но, наверное, кислая. Ну, в общем, пожуем. Вот. Дальше немножечко взяла. Вот здесь вот этих вот плоских персиков. Они обычно очень вкусные. По 200 рублей. Поэтому взяла чуть-чуть. И взяла, естественно, черешню. Цена на черешню стала поменьше. Уже 189 рублей. Но она уже такая не очень. Дальше у меня здесь 5 килограмм сахара. Так как я ехала с мужем, думаю, надо взять, чтобы потом уже не таскать. Тем более, может быть, сейчас же ягоды всякие пойдут. Компотики там, может, будем варить еще что-то. Не знаю, поэтому взяла большую. Картошка. Сейчас она по 36, считайте, рублей за килограмм молодая. И немножечко взяла совсем-совсем чуть-чуть. Морковочки у нас, по-моему, еще была по 46 рублей. Дальше у меня здесь, как всегда, корм котам. В общем, вот такой сухой корм взяла. И взяла вот такие немножко вот таких пакетиков. На них была акция. Поэтому, думаю, надо взять этим привередом моим попробовать. Вот такие вот, видите, для стерилизованных котов и кошек. Они для кошек с чувствительным пищеварением. Просто для взрослых кошек. В общем, такие всякие разные пакетики. Снова взяла вот это средство для стирки для черного белья. Вот такой. Нравится он мне. Вот эти кондиционеры взяла. Я говорила, что я им стираю вот всякую ерунду. Какие-то пледы, какие-то тряпочки. Еще что-то хорошо смягчает. Но не так, что вау. Очень расходный. Стоит недорого. Поэтому хорошо. Туалетную бумагу. Яйца три десятка. 365 дней. Взяли кофе. Вот это самое... Не знаю. Мне кажется, вот это самое вкусное кофе. Очень оно мне нравится. Вот эти разные девушки нарисованы. Тут я взяла вот такую фиолетовую. Когда я его вижу на скидках по 799 рублей он сейчас стоил, я его обязательно беру. Все-таки оно самое вкусное, наверное. Ну, на мой взгляд, я вот люблю. Он такой мягкий вкус, такой не горьковатый. Не знаю. Хороший кофе. Мне нравится. Квас русский дар. Соки добрые, большой, яблочные. И вот такой фруктовый сад. Какой-то тут ягодный, яблочный, мультифруктовый. Вот. И взяла зубную пасту. Вот этот сплат биокальций, нашу любимую. Взяла еще урок для разнообразия. У него скидка была активной кальций. Потом взяла ополаскиватель. Это я для себя детский. У меня еще не закончился. Ну, как для себя, для взрослых, да? Вот такой новый. Я такой не видела. И на него еще оказалась скидка. Поэтому я его взяла для белоснежной улыбки. Вот такой вот. Ну, вообще, ополаскиватели, которые типа отбеливающие, как мне говорил стоматолог, они не особо отбеливают, но хорошо удаляют налет. Поэтому я периодически их покупаю. И вот такой еще взяла. Тоже, по-моему, был со скидкой. Уже не помню. Свежий с чая. Кулгит. В принципе, нормально. Просто сплат, вот я до этого брала. У них ополаскиватели. Они внутри, знаете, были такие как келеобразные. Я не очень такое люблю. Но этот вроде бы жидкий внутри. Поэтому подумала, что если мне этот не понравится, то я буду вот этим пользоваться. Так что вот такая вот у нас была достаточно большая, на мой взгляд, закупка. Вот, не знаю, насколько нам хватит, но вот примерно езжу раз в неделю. Я уже говорила, что-то покупаю, что-то докупаю. Вот сейчас у меня еще макароны, еще стиральный порошок, то есть какие-то крупы еще есть. Поэтому вот такой вот набор у меня получается. Много вкусняшек в этот раз, но я ездила с мужем. По-другому, мне кажется, не могло быть, когда едешь с мужем. Вот, так что сейчас покажу вам чек. И вот чек. И вот, так что я уже сгодил. И вот, так что я уже сгодил. кстати мы в машине выпили вот этот набор вкусно кстати вот и того сумма составила 9 761 и скидка в этот раз вообще меня порадовала 3 433 очень приятно я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч